Итак, открываемся. Смотрите, кто говорил, что доллар вырастет? Вот он падает. Посмотрите, вот вчера это были закрыты торги, они были остановлены. Сейчас я думаю, что это Центробанк сбивает лихорадку. Смотрим, это по доллару, что по нефти, нефть вверх, шикарно, что по индексу РТС, индекс РТС вверх, супер. Смотрим, стратегия моя. Загрузить шаблон, текущая позиция, окей. Так, это по нефти. По нефти сейчас пока не так интересно, потому что нефть будет актуальна скоро. Но вы видите, что по нефти я на горе, и если нефть будет повышаться, то прибыль увеличивается. Теперь по индексу РТС. Стратегия. Смотрим. Вот по индексу РТС совсем ничего осталось. Посмотрите, у меня 60 проданных коллов, 15 купленных путов со страйком 120 тысяч, 38 осталось купленных путов со страйком 145 тысяч и 78 фьючерсов. То есть по полной я загружен фьючерсами. Вы видите, дельта у меня какая. Дельта у меня сейчас плюс 23. Это по индексу РТС. Ну, это сумасшедшие, вообще говоря, цифры. И посмотрите, все линии слились. Вот они. 19.03, 19.03, 19.03. Все. То есть все одинаково. Обновить данные. Вот они. Ну, собственно говоря, вот здесь мы находимся. Ну, это ноль. Практически только один фьючерс, как бы. Ну, в смысле фьючерс. Не один, а сколько их там? 20 с лишним фьючерсов сейчас у меня фактически в плюсе. И, ну, если заплющить этот график, а тут даже и плющить. Вот. Ну, посмотрите, если индекс РТС повышается, то я повышаюсь вплоть до индекса РТС в 110 тысяч. Потом у меня начинает снижаться, потом еще снижается. А потом опять в космос. Ну, это вот так, что смотрим. А он повышается. Посмотрите, как растет индекс РТС. Посмотрите. Посмотрите, что с долларом. Посмотрите, куда он идет. 79.90. Вы хотели купить доллары? Я вам говорил, что не торопитесь. Я вам говорил, что вас могут разуть. И это случилось бы, если бы вы купили, ну, в общем, сказать, прямо сейчас, потому что вы поставили бы по 82, там, например, да, в горячке. Потому что доллар будет стоить 90. Вот сколько он стоит. Вот что можно сделать с долларом. И я думаю, что это интервенции Центробанка. К сожалению, мне не удалось войти через YouTube. Поэтому вот такая короткая ситуация по поводу бренд. По поводу бренд. Вот она. Значит, растет 26.61. По поводу РТС. Вот она. И сегодня, после 19, вы увидите, что... Так. Так, новая демонстрация. Смотрим, что у меня. У меня, а у меня, так сказать, биржа. Сейчас я экран включил демонстрацию. Смотрите, ну, какие у меня позиции. Что ожидается? Или не стоит? Пусть будет это некоторым, наверное, все-таки сюрпризом. Не буду я раскрывать тайны. Смотрите, будет очень-очень любопытная ситуация. Сейчас я сниму, но... Вот здесь 747 тысяч, вы видите, да? Давайте переключим сюда. Вот, смотрите, у меня индекс РТС на самостоятельном управлении ИИС. Вот он. И сегодня здесь будет завершение позиции. На текущий момент, посмотрите, месяц назад здесь было 180 тысяч. Это небольшая сумма, согласитесь, это каждый может потянуть такую сумму. Потом я сюда довнес, видите, 100 тысяч рублей. Собственно, все. На текущий момент мои активы, то есть 186, 180 сколько там? 180 тысяч плюс 100, 280. На текущий момент у меня активы 747 тысяч. Доходность к средним активам 99,28% на текущий момент. Финансовый результат плюс 469 тысяч рублей, вы видите. Ну, а насколько он уменьшится или увеличится, и будет ли у меня маржин колл, это мы увидим, когда, это мы увидим после 19, я это обязательно опубликую. Вот, ну, что называется, кто не рискует, тот не пьет шампанского. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Ну, вот, посмотрите, текущая ситуация. Накопленный финансовый результат. Плюс 3 миллиона 789 тысяч 495 рублей или плюс 2887 процентов. Это сначала, ну, за месяц. Здесь еще 845 тысяч рублей, 845-982 рубля и плюс 40 тысяч. И на текущий момент по фьючерсам минус 981 тысяча 325 рублей. Ну, на сегодняшнем занятии мы это обсудим.